В ночь на 7 мая в Харьковской области в результате попадания российской ракеты Датлас горел национальный музей Григория Сковороды. От имения поэта, в котором он жил последние годы жизни, осталась лишь часть стен. Экспонаты не пострадали, так как их заранее перенесли в хранилище. Разрушение сегодня ночью музея Сковороды ставит Россию на один уровень с исламским государством. Те тоже не считались культурным и духовным наследием. Оба просто варвары из прошлого. Российская армия – это средневековая орда, воюющая современным оружием. Следует выбросить их из ЮНЕСКО. Из Совета по правам человека выбросили. Пора выбросить из организации, занимающейся культурой и наследием. Культуры у них нет, а наследие разрушают до основания. Павел Климкин, бывший министр иностранных дел в Фейсбуке. Реакция на уничтожение российскими войсками украинских объектов культуры молниеносно запустила новый тренд. Нет, нет ничему российскому. Ни музыке, ни литературе. Типа культура должна быть вне политики. Но, к сожалению, очень сильно пропаганда идет с той стороны, с русской, в плане, что культура очень сильно замешана в политике. Они даже там в спектаклях некоторых меняют рисунки, выставляют эти инициалы. Затна – это ужасно. Поэтому, к сожалению, типа так и будет. У нас будет намного меньше русской литературы, классики и прочего. На Львовском книжном базаре до сих пор продают старые издания классики российской литературы. Но покупателей все меньше. Я так дивлюсь. Я так смотрю на поэтов. Заходил в книжный магазин. Сейчас думаю, что-то новое себе приобрести из украинской письменности. В 100% больше культурной Украины. Возвращается то, что начинают больше читать все украинское, а русское нам не нужно. За два месяца боевых действий ускорился и процесс отказа Украины от символов русской литературы. В Мукачеве, Тернополе и Ужгороде демонтировали памятники Александру Пушкину. Решение приняли исполнительные комитеты горсоветов. Переименовывают и улицы. По словам мэра Тернополя Сергея Надала, после зверств россиян в украинских городах и селах российской культуре нет места на территории нашей страны. Преступления россиян против украинского народа, убийства, пытки людей, изнасилование женщин и детей, разрушение украинских городов перечеркнули всю культуру русского народа. Этим преступлениям нет объяснения. Они не оставляют нам выбора. Все русское нужно демонтировать, в том числе памятник русскому писателю. Сергей Надал, председатель Тернопольского городского совета. Популярность набирает и украинская музыка. Только за два последних месяца произошел настоящий бум новых композиций, ставших символов борьбы и несокрушимости в войне с Россией. Многие отказываются от русской музыки. Мы также отказались. В Пойлисте преимущественно теперь украинская музыка, украинских исполнителей. И также вспоминают старые украинские песни, повстанческие в частности. Это круто. Сейчас украинский контент. Сейчас украинский контент очень сильно пошел в движение, потому что ты заходишь в ТикТок и пару месяцев назад попадались русское видео, русская музыка. А теперь ты открываешь и каждое следующее видео, каждая песня – все украинское. Отменяют и совместные с Россией культурные мероприятия. Так в апреле во Франции отказались от проведения кинофестиваля под названием «От Львова до Урала». Во французском городе Нанте упразднен кинофестиваль «От Львова до Урала». Украинская культура не может иметь ничего общего с российскими пропагандистскими матрешками. Сегодня весь мир должен отправлять все русское по направлению к их кораблю. Андрей Садовой, городской голова Львова. Государственное агентство по вопросам кино настаивает на отмене показов российских лент в программах Каннского фестиваля. Аргумент – участие в одном мероприятии двух стран, находящихся в состоянии войны, недопустимо. Мы продолжим давление на сообщество и донесение до фестиваля нашей позиции среди мероприятий, которые будут организованы в Каннах, украинским павильоном «The Ukrainian Pavilion at March the Film 2022». Запланирована на 19 мая презентация от украинской делегации «Canceling Russia Culture – Cinema as Instrument of Russian Propaganda and War» Государственное агентство Украины по вопросам кино. По состоянию на 25 апреля, по данным Министерства культуры и информационной политики Украины, Россия совершила 242 военных преступления против культурного наследия Украины. Юлия Биль специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.